здравствуйте дорогие друзья с вами arz и сегодня мы продолжаем проходить модификацию лаве снов сегодня у нас на повестке дня наконец-то нужно выполнить наше основное задание но перед этим есть пара действий во-первых сейчас мы поторгуем у нас накопилось очень много частей мутантов которые в принципе за какую-то неплохую сумму так выведенную радиацию спасибо можно в принципе продать кстати говоря научный стимулятор также забирай у нас есть какое-то количество аптечек и поэтому всю эту фигню я продаю продадим всякие глаза плоти копыт и кабанов это несет сразу скажем так двойной смысл потому что помимо того что это избавляет нас от лишнего веса так еще и приносит кое-какие деньги минус 5 килограмм и плюс где-то тридцатка также кстати она по-прежнему с нами не хочет разговаривать чё почем тысячи рублей ну смешно смешно дружище так что дальше дальше можно подойти к технику и у нас хоть какая-то денежка есть несмотря на отвратительную экономику этой модификации что в целом не мешает нам играть прошу заметить но тем не менее несмотря на эту экономику отвратительно мы можем хоть как-то выживать сейчас мы с ним поговорим ремонтируемся так вот это я хотел отремонтировать целом все остальное ну окей ладно за 2000 можно под калибр 918 переделать странно что здесь техник без инструментов не может нам ничего усовершенствовать а здесь может ладно ты смог бы вскрыть замок на этом ящике ну-ка дай сюда куда мне понадобится время но я смогу это сделать это будет бесплатно только на первый раз просто мне же само интересно с каким замками поиграться содержимое трогать не буду даю слово сообщите мне когда будет все готово кстати говоря не ожидал и не ожидал думал он опять же не сможет его вскрыть так у нас осталось еще одно дополнительное задание пока что но помимо вот этой всей ерунды джиггернат попросил убить контролера который по его словам обитает в местной школе и плюс здесь есть тайник валета пока этого сталкера есть координат с тайником который как вы помните наводку на этот аник нам дал юрий семецкий из прошлой серии если не смотрели обязательно посмотрите и задание абонент недоступен вот такие вот пироги ладно пойдем туда у нас же еще одно дополнительное задание осталось ухты сообщение от коленвала я только включил запись я вскрыл ящик который ты мне приносил приходи и сам глянь на содержимое интересно есть еще одно задание дополнительное кстати говоря как раз у того самого коленвала это вот генератор техник коленвала попросил найти для него запчасти генератором и собственно я нашел последнюю запчасть сейчас вам вкратце покажу где вообще все их найти сразу может быть даже отдельное видео сделала это у нас в ротор он находится вот здесь ротор находится вот здесь. Это, помните, здесь мы выбирались после мёртвого города. Ещё одна запчасть находится вот здесь, вот, в Москвиче. И ещё одна запчасть вот здесь, вот, в гараже, около Зилка. То есть тайники выглядят все вот так вот. Ещё раз вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот здесь вот. Точно, могу сказать, вот здесь. Вот такие вот пироги. Давайте подойдём каленвалу потом, а пока что осмотрим школу. Благо мы тут относительно недалеко. Нужно сохраниться и быть предельно аккуратными, чтобы не угодить в лапы какого-либо интересного монстра. Или ещё что похлеще. такая вот штука здесь обитала. Если честно, мне даже страшно представить, что это. Фу, господи. Сохранимся. По идее тайник где-то здесь. Ага. Чё у нас тут интересного. Ни хрена себе. Айс вал. И всякая другая херня, которую можно будет продать. Водка. Всякие разные стимуляторы. Что за артефакты? Кислушка, минус один радиация. Да, вот это то, что нам нужно. И спайка. Без два килограмма. Ладно. Один из наиболее часто заказываемых и красивейших артефактов зоны. Полое образование шарообразной формы, напоминающее прозрачный пергмамин. Имеет слабое изумрудное внутреннее свечение, медленно выводит радиацию, не имеет отрицательных свойств. Ну, минус один, это, конечно, ерунда, но тем не менее. Внешне напоминает окаменелое образование, немного помогает от воздействия псиполей и может слегка облегчить рюкзак. Немного радиоактивен. У нас тут что? Ну, в целом, короче, мы в любом случае забираем все. Вот. Фигню эту вешаем на пояс. Идем дальше. Кстати, тут есть артефакт. И еще один есть артефакт. Блин. Ну, сейчас я комбинезон свой, конечно. Ага. Тут целых два артефакта, один из них находился в зелке наверху. Что мы нашли? Кровь в камне. И ломать мясо. В данной ситуации совершенно бесполезный артефакт. И, кстати, можно попробовать пострелять с вала. Потому что я их не могу и на себя одеть, и в то же время я не могу их продать. Че, давайте посмотрим, что у нас здесь интересного. Я надеюсь, контролер. А он стоит там. Ну, и где ты? Я так понимаю, он на втором этаже. Вряд ли он здесь где-то на улице. Потому что я его не наблюдаю. но он совершенно никак не дергается, не двигается. Конечно, в первую очередь нам нужно уничтожить контролера, а потом уже заниматься другими делами. Ты че, там в туалете сидишь или че? Господи, дружище, ну ты мог, не знаю, поизобретательни какое-нибудь место для засады выбрать. Давайте съедим что-нибудь такое попроще. Обычный стимулятор, допустим. И чуть-чуть побегаем по этой школе. Прикольно. Кстати, он полностью не, не хочу с ним таскаться, плюс знаю, что здесь продать ничего толком нельзя. Его даже нести нет смысла, никакого. может, что интересное здесь найдем. Теперь заметили наушный стимулятор совершенно... Фух, я обосрался, хочу сказать. Благо, АСВЛ не подводит. Правда, патронов, конечно, маловато. комнаты совершенно идентичные и никакого интересного наполнения я чувствую здесь не предвидится. Ну, знаете, под такой эмбиент достаточно атмосферно. О, господи. Охереть. Как-то странно его повесили. Очень странно. Я, конечно, слава богу, в своей жизни повешенных не видел, но, по-моему, зачем сюда забредают мутанты? Они, че? На звуки выстрелов, что ли, прибегают? Ладно. Нам, в любом случае, вниз надо идти. Посмотрим, что здесь внизу. Гардероб. Здесь когда-то переодевались дети. Костер, атмосферненько, да. Но, никакого другого наполнения, помимо интересного для нас тайника валета и не очень интересного контролера, который умер с одной обоймы, здесь не имеется. Я уже так мельком пробегаю, чтобы не наскучивать ни вам, ни себе. Так что, убежали обратно на базу. Контролер, который обитал в школе Мёрдса, нужно рассказать об этом сталкеру Джиггернауту. И сразу же сдадим несколько заданий. в том числе и заданий Джиггернаута. Итак, для начала давайте поговорим с техником. Что там с контейнером-то? Держи. Это всё, что было в нём. Прости, что сам ящик испортил. Я долго с ним мучился, но всё-таки вскрыл чудо-технику. Спасибо за помощь. Получили Симпион, ПДА, Задоровый, карты путей. Можно с ними как-то взаимодействовать? Туалеты КПК. Жалко, что они после выполнения не исчезают. ПДА, Задоровый. Я так понимаю, это самое интересное и некий Симбион. Это вот это, наверное? Ух, нихера себе. С другой стороны. Ходят слухи, что чтобы получить этот артефакт, нужно кидать определённые артефакты в химическую аномалию. Однако это оповергает сталкера, которые находят просто его в аномалиях. Довольно красивый на вид, помогает нести больше вес в рюкзаке и восстанавливает здоровье, но увеличивает общий расход стил, радиоактивен. К сожалению, повесить на пояс я его не могу, продавать жалко, таскать с собой тоже такое себе занятие. ПДА очень странно. Какие-то карты с местностью, на них есть даже дата создания. Думаю, они уже устарели. Подписи под объектами сделаны явно почерком профессора Задорова. Имеется интересный обведённый кружок. Комплекс янтарь. Задание просто выполнилось. Ничего дальше, я так понимаю, нам нужно вот эти вот радиоприёмники проверять. И то, чтобы как-то дальше продвинуться по сюжету, у нас с вами тоже на миникарте не... Ага. Нет, это другое задание. Ладно. Здорово, Джагер. Контролёр в школе убит, Джагер. Очень хорошо, ассистент. Рад, что всё прошло гладко. Вот твоя награда. 4 500 и бусы бабки бюрера. Неплохо. Всё, все задания выполнили. Ну, слава богу. Что мы там получили? Ух ты. Уникальный гипермодификат. По его свойствам более похоже на абсолют. Его темпоральное поле очень сильное, имеет большой радиус, поэтому человек, носящий бусы бабки бюрера на поясе имеет большой шанс остаться в живых даже при падении и попадании из СВД. Что-то у него таких свойств нет. Спасает от попадания из СВД. Он просто прибавляет общий вес. При этом гипермодификат моментально останавливает кровотечение, улучшает общее состояние здоровья, но немного повышает радиационный фон. Вообще описание не совпадает, но мне совершенно насрать. Мы теперь можем начать. 58 килограмм. Может от этого чуть получше будем бегать. Может все-таки сейчас пойду часть бесполезных артефактов продам. Не знаю. К сожалению даже нету... Хотя может быть сейчас за 5000 у нас денег вроде достаточно. Возьмем личный ящик, не? Как думаете? У нас тут осталось задание инструменты. Можно уже наконец-то приступить к выполнению нашего основного задания. Сейчас может возьмем личный ящик и может быть скорее всего просто чтобы какие-то тут сталкеры появляются. Но ничего интересного у них нет. Блин те же артефакты по тысяче две триста вообще не хочется продавать. С другой стороны захера они нам нужны. Такие деньги конечно совершенно мелочи. поэтому а ты у нас что вообще берешь? Кстати говоря он берет всякие разные нашивки. Тоже можно это отдать. Можно отдать детектор отклик за 1600. Патроны 9.19 Патроны все у нас вроде бы нужные. Блин кстати говоря мне нужны патроны для дробовика. Я что-то вообще об этом не задумывался. стоят наверное невероятных просто невероятных денег. но мне нужно хотя бы две пачки. Пусть будет. Что-то еще можешь взять. В целом больше ничего. Давай личный ящик. Деньги. Ключ для ассистента иди нечего тебе тут делать. Отлично ящика в лагерь сталкеров. Отлично. Айс вал и патроны к нему все вот эти артефакты ненужные. Также здесь оставляем чуть-чуть с весом вроде подразобрались. Остальное мы сейчас подадим профессору. Че там я здоров. Здоров. Как бы забирай. Надеюсь в дальнейшем нам не пригодится. Он кстати всего 4 бинта но я ими не пользуюсь. Ну восстановили баланс денег в природе. У нас кстати говоря еще один разговор остался с техником. Я забыл только сейчас заметил. Вот твои запчасти генератору. Держи. Да ладно реально нашел. Ну да вот. Так так упады ты лучший. Блин спасибо тебе огромнейшее. Удивил ты конечно меня дружище. Ну вот возьми заслужил награду. Ух теперь заживем. Че нам пистолет дал? Марш. Куда мне это все? Ну я понимаю что это все круто но я все патроны где-то выкинул внизу там в лаборатории скидку хоть сделаешь. Ну такое на самом деле. Ладно приступаем к выполнению основного задания. У нас тут тем временем стемнело но пока что еще терпимо. Нам нужно забраться наверх и вот здесь для этого есть специальная лестница в которой можно спокойно подняться. Вещи я все лишние скинул и у нас прямо таким с весом все в порядке. Кстати говоря нам нужно проверить что это такое. Вот так да. Так один радиоприемник готов. чё тут интересного. Ух ты. Это как говорится засунул нос и свое дело. На крыше лагеря в мертвом городе есть чердак двери которого закрыты на ключ. Интересно что там может стоит узнать у кого в лагере об этом чердаке. Аккуратненько спускаемся да. Вот так вот на ровном месте мы получили еще одно дополнительное задание мимо которого я конечно же пройти не смогу. А у кого спрашивать? Джаггер хотел вот узнать что у вас на чердаке который на крыше лагеря просто двери там заперты на ключ. Ох да толик там сидит бомжара местный он не очень любит компанию да и людей в целом вот прячется там а когда еда заканчивается приползает и глянчит у нас хавчик в общем задрал он уже там сидеть так еще и запираться постоянно изнутри слушай у меня ключи то есть от чердака на вот возьми глянь пожалуйста жив этот блаженный или как понял пойдем чекнем может и в натуре что интересно с ним случилось здорово ой простите не бейте меня только опять пожалуйста я ничего не крал это не я спокойно тебя никто не тронет я пришел с миром правда я так рад а то тело уже так сильно болит от постоянных побоев а вы кто меня зовут ассистент стоп а кто тебя бьет да причем частенько есть в лагере один сталкер мракобесом кричит он постоянно напивается приходит сюда и сбивает меня поэтому я начал закрываться в чердаке но он не имеет права тебя трогать верно да конечно не имеет он просто постоянно задирает мне потому что я не такой как все я не очень люблю людей возможно от меня сильно воняет но я привык таким быть я же никому не мешаю всегда стараюсь избегать людей я разберусь с ним по крайней мере сообщу если что джаггер он же тут у вас типа главный в лагере не переживай как тебя зовут такой меня толик меня зовут ну бомжар у меня кличка да объяснять почему думаю уже не нужно слушай не думаю что стоит связываться с этим человеком он серьезный сталкер и к тому же опасный я слышал о нем много страшных историй думаю что он на каждого найдется управа не сидеть же тебе побитым все время жди я здесь все улажу еще одно задание самосуд какой-то сталкер в лагере по кличке Маркобес издевается над бедным толиком который живет на крыше лагеря нужно решить что предпринять можно все рассказать джаггеру но можно и самому пытаться поговорить с Маркобес ну конечно с одной стороны это такое некое крысятничество но зная кто такой Маркобес и за кого мы сейчас играем мне кажется лучше поговорить с джаггером это у нас Маркобес джаггера я что-то не наблюдаю он наверное наверху не знаю в итоге к чему приведет этот выбор но мое мнение все же лучше поговорить именно с джаггером а где он кстати может быть может быть он ушел куда-то ага наверное вот он привет космонавт как сам а с ним диалога никакого нет то есть этот выбор который нам предлагает игра он такой иллюзия на самом деле его нет ну окей ты мракобес во-первых не на ты а на вы понял щенок у меня нет к тебе уважения поэтому я буду тыкать сколько мне захочется в тебя зачем ты сбиваешь Толика чё ты кто такой вообще а какого хрена пришел сюда что ты пытаешься сказать мне своим ртом мудила я смотрю а вот он и выбор не ну он не набьет морду ну окей давай попробуем смотрю ты и говорить нормально не умеешь что кулаки чешутся так давай выйдем поговорим за лагерем пошел нахуй понял давай давай вали отсюда еще увидимся ага то есть в любом случае нам нужно рассказать джагеру я так чувствую с пяток килограммов я уже тут нужно рассказать джагеру о том что избивает и издевается на Толиком сталкер по кличке мракобес кстати мы захотели есть я только выложил всю еду джагер только который живет на крыше постоянно сбивает сталкер мракобес вот нашлась таки ниточка за которую можно ухватить этого козла я все думал как этого ублюдка мракобеса поджать наконец он тот еще козлина но вечно следы заметает за собой вот жигаденыш спасибо что сообщил мне об этом мы с ним разберемся а тебе заслужил сыщик молодец стенд такое мини-задание как бы нам потом это все боком не вышло так я предлагаю поспать подходи брат у меня как в Греции и уже спокойно с утра отправиться в путь по светлу покушаем это они там с кем-то перестреливаются в любом зомбаки для нас они особого интереса не представляют так следующая точка здесь недалеко я думаю она с той стороны здесь вот во дворе только как туда попасть сейчас разберемся ну все казалось достаточно просто мы просто заходим в угловой подъезд и готово и идем наверх давайте посмотрим что здесь а тут это аномалия вот эта штука меня напрягает как-нибудь может до нее руки тоже дойдут здесь вроде больше ничего интересного я не наблюдаю давайте двигать к следующей точке я тут исследовал локацию и в доме напротив лагеря нашел инструменты для грубой работы и винтовка лрка прикольно прикольно совершенно случайно на самом деле зашел просто такой думаю чем бы и нет что интересного автор положил тут всякие это у нас в чем у нас кожаный плащ нет извините ну можно с собой потаскать как говорится у нас теперь есть личный ящик можно будет туда убрать спокойно масок тут раскидали хера они нам непонятно когда у нас есть изначально костюм охреневший итак мы с вами находимся у последнего приемника судя по всему он находится где-то там что ты здесь делаешь братишка стоишь окей опять же заходим в подъезд и просто идем наверх зомби какой-то мертвый идем до тех пор пока меткам не покажет что мы находимся на нужном этаже да и как вы можете заметить все остальные двери здесь закрыты эти квартиры войти нельзя итак мы находимся там где нужно давайте для начала посмотрим может быть здесь что-то еще интересного есть как здесь люди жили я не понимаю здесь так узко как будто ладно не важно отлично не слышал звуки какие-то спасибо спасибо что умер с третьего удара ножом в голову у нас появилось задание обновилось точнее сигналу нет досмотреть место связи кажется один из приемников передал корзинат какого-то сигнала помощи нужно проверить возможно это профессор задоро блин какого хрена я не хочу возвращаться в эту школу хоть я там уже все зачислил мне кажется по-любому там теперь 33 контролера и все ждут меня 100% так и есть ладно подойдя поближе к школе я поймал еще какой-то сигнал о помощи только мне здесь не нравится хочу вам сказать сигнал идет отсюда кто это гид тот самый гид о котором говорилось так пда заблокированный к тому же поврежден толковый техник смог бы со всем этим разобраться общий канал я еще звуки слышу так что у нас там вообще было общий канал кривой ребят кто-нибудь помогите связи нет ждать новостей от смирнова и хакерский софт подойти найти подходящего техника кстати здесь какой-то торговец появился что откуда у сталкера по кличке гид был пуда он заблокированный поврежден нужно найти техник который смог бы все это устранить возможно в пуда есть важная информация насчет техника нам сейчас в любом случае бежать к технику отдавать ему инструменты для грубой работы может быть даже что-нибудь улучшим вот поэтому поговорим с ним насчет этого от приемников никакого толку связи нет может капитан смирнов тоже что-нибудь узнает буду ждать от него новостей понятно пока пока все встало на месте поэтому можно думаю просто вернуться на базу обратно и покорить с техником спокойно может он нам что-то и скажет на кстати с этим артефактом и мы стали прям получше бегать это прям заметно поприятней слушай ты можешь починить и разблокировать это устройство покажи прости но ничем помочь не могу тебе к ученым на янтаре нужно ну понятно знаю там одного техника зовут сербин вот он с такими девайсами запас разбирается ну короче дальше по сюжету принес тебе инструменты для грубой работы отлично чинимся ну кстати говоря недорого надежность на максимум как говорится темп огня кстати вообще очень дешево вот нам нужно вот сюда надежность практически из-за бесценок мы тут вот вот кстати прочность костюма за 1000 восстановление сил у нас есть радиозащита сюда еще радиозащита все защита вот кстати переносимый вес десятка тоже пригодится прочность костюма еще чуть-чуть подкорректировать все примерно так потратили немного деньжат давайте зарядимся и что я предлагаю я предлагаю просто подойти к Смирнову я так понимаю нам наверное от него должно какое-то сообщение прийти но пока что никакого сообщения я не наблюдаю может быть просто с ним можно поговорить все дополнительные задания мы вроде выполнили у нее есть диалоги я нашел карты путей это личная вещь профессора задорова гляньте дай посмотрю ну и дела что же ты ее скрывал от нас профессор это все очень странно вот возьми ты заработал я нашел пуда этот пуда принадлежит профессору задорова ну-ка вот это поворот блин кажется профессор вообще не тот человек за кого себя подает вот возьми ты это заработал так понятно никаких больше у нее диалогов нет и все что нам остается это ждать задание мы все выполнили ладно друзья будем заканчивать эту серию наверное я посплю и к следующей серии тогда уже отправимся разговаривать к Смирнову или может быть еще что-нибудь интересное вылезет ну а пока что обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующей серии ставьте лайки оставляйте комментарии ну а с вами как обычно был Арзе до встречи сталкеры субтитры 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 Продолжение следует...